Мы уже находимся в таком игровом ритме, что, знаете, игру сыграли, некогда даже, скажем так, проиграли прошлый матч в Витебске, некогда было горевать, я сказал, на пресс-конференции. Сейчас сработали на домашнем стадионе на победу. Порадуемся, конечно, сегодня вечер, завтра уже надо думать о следующем матче, который 28 числа у нас и слышу. И сейчас до конца уже с учетом наших еврокубковых матчей, безусловно, нам придется в таком графике работать, где практически мы не можем работать в развивающих режимах, я имею в виду тренировочный процесс. Нам самое главное не терять людей, боевых единиц, ребят из-за травм каких-то, да, и готовить их к каждому следующему матчу. В целом, наверное, победа заслужена, хотя, скажу так, что, ну, Минск всегда и под моим руководством когда-то, и сейчас. Ребята молодые, задорные, есть возможность играть на уровне высшей лиги, нету, может, большого давления там за результат, но сейчас набрали неплохой ход, и мы это учитывали. И, конечно же, мы тоже очень внимательно подошли, за счет чего команда с начала второго круга добивалась хороших результатов. Естественно, добавились люди, воспряли духом тех, кто был в команде, плюс система игры, которую придерживается главный тренер и ребята, которые используют те или иные моменты при этой системе игры. И все это позволило вот в этих матчах набирать очки, побеждать, вот, и в целом, мы, еще раз говорю, чисто с профессиональной точки зрения, очень внимательно подошли к изучению соперника и его сильных сторон. Ну, коль одержали победу, значит, все правильно сделали, сработали и на максимальный результат. Понятно, что у нас свои задачи в чемпионате, у Минска свои, но матч, мне кажется, получился интересный, обоюдоострый. Конечно, мы были больше нацелены на то, чтобы, наверное, забить, хотя, еще раз говорю, с учетом того, что и у Минска были хорошие выбегания, и в первом тайме Федор нас выручил после углового, когда Малашевич бил в ближний угол. Ну, и пенальти, наверное, тоже Федор выручил, это ключевой момент, потому что, если бы реализовал парень пенальти, игрок Минска, ну, наверное, нервозность была бы в концовке. Так, слава богу, Федор выручил, и мы уже довели до логического завершения этот матч. Коллеги, будут ли вопросы? Пожалуйста. Ильяне, призбол, Вадим Викторович, с победой. Прежде всего, замену Адеолы прокомментируете слабо? Первый тайм, да? Сыграл. Спасибо за поздравление. Ну, большего жду, понимаете, большего жду. Все-таки, когда доверяют, тренер доверяет футболисту место в стартовом составе, надо, конечно, больше приносить пользы команде. Ну, возможно, не обязательно эта статистика, там, гол плюс пас где-то, да, но, по крайней мере, командные принципы надо выдерживать. Особенно в игре без мяча в обороне. Мы не разделяем. Адеола хороший атакующий игрок, но ему важно понимать, что и в обороне он точно так же должен помогать. Вот. Ну, на левом фланге в первом тайме Забелин там, ну, столько свободы имел. Поэтому вся опасность шла с правого фланга нашего, поэтому, конечно, там Пигасу было трудновато, потому что, ну, Адеола не совсем так помогал в обороне, как мы ждем от него. Поэтому, конечно, я не могу ждать, условно говоря, там, целый второй тайм или там какое-то время второго тайма для того, чтобы игрок вернулся к тем принципам, которые мы преследуем, и ждать. Поэтому и замена, естественно, с этим связана. Роман Качина, Белфутбол, тоже. Вот упомянул мой коллега про замены. Выкран где-то на 30-й минуте матча. Первым делом подняли скамейки Глеба Жердзева, но в итоге он остался на скамейке. Почему передумали? Ну, передумал, потому что, ну, во-первых, это такой немножко посыл. Есть же психологический момент, никто его не снимал, как говорится, по ходу матча, да. Когда футболист на футбольном поле, может быть, не совсем действует так, как нужно для команды, плюс он видит реакцию тренера, да. И когда я, например, отправляю даже, так, эмоционально голосом говорю, там, давай готовься на то, чтобы выйти по ходу первого тайма, иногда этот момент может быть таким встряской для футболиста. То есть он понимает, что если он продолжит так же играть на этом уровне, то будет замена по ходу первого тайма. Поэтому с этой точки зрения это и психологический момент, да. И тут, неважно, Жердев пошел или Педро пошел, да, разминаться. Это, еще раз говорю, в большей степени было направлено на то, чтобы чуть-чуть встряхнуть Адеолу. Сегодня дебютировали именно в стартовом составе Буцко и Поляков. Как оцените их действия сегодня? Ну, на ноль сыграли, да. Пенальти Федор выручил это стандартное положение. В целом, как бы, Денис, с учетом того, что он был травмирован, давно не играл, игровой практики не было. В целом, конечно, мы довольны его действиями. Он опытный футболист, игрок национальной сборной. И в целом, как бы, для сегодняшней готовности своей сработал достаточно квалифицированно и добротно. Никаких претензий нет. Что касается Макса Будько, тут, наверное, тот случай, когда надо поздравить его с дебютом за главную команду, да. Он очень выделялся в команде «Динамо-2» Минск, вот, в первой лиге, да, был одним из лидеров команды и остается им, вот. Но он уже находится на таком этапе развития и по возрасту 2004 года рождения, что, конечно, нам надо давать ему возможность уже прогрессировать в главной команде. В целом, для дебютной игры он выглядел неплохо. Вот, понятно, может быть, это не то, что мы ждем еще в будущем, но я уверен, что всегда надо от чего-то оттолкнуться. И пускай эта игра послужит для него какой-то такой уверенностью к дальнейшему прогрессу и помощи нам в главной команде. Уже ближе к концовке игры вы перестроились на схему с тремя центральными защитниками и явно остались недовольны, так? Да, нет, почему? Я остался доволен, Сочивка отлично сработал по позиции, вот. Ну, если помните эпизод с назначением 11-метрового, ну, Бонни ошибся, надо внимательным быть. Парень вошел в штрафную, конечно, нельзя здесь уже бросаться на игрока с мячом, надо очень быть внимательным. А так, в целом, три центральных защитника мы перешли на игру Политеевич, Сочивка и Поляков. Они достаточно неплохо вверх снимали, поэтому заблокировали достаточно много прострелов. В целом, как бы, я доволен тем, как мы перешли на эту систему и сработали. Ну, и такой вопрос чуть-чуть около футболя тоже. Есть информация, что несколько игроков Динамо вылетели и не принимали участие из-за болезни. Можете уточнить, что за вирус и кто именно по этой причине не принимал участие в матче? Именно по этой причине. Ну, вирус, усилявый вирус, температура поднялась, есть недомогание, как принято говорить. Естественно, что мы не можем рисковать Сашиным здоровьем в этой ситуации. Когда есть температура 37,4, то, естественно, что надо изолировать парня для того, чтобы ему поправиться быстрее, и команду, чтобы этот вирус не разнести. Вот поэтому, в целом, мы надеемся, что он быстро это перенесет. И что касается самого вируса, ну, ОРВИ, я не знаю, что это именно, там, грипп или это коронавирус. Вот, ну, это не имеет значения, по большому счету. Мы потеряли его из-за вируса. Вот поэтому ждем его возвращения в строй. А помимо Селявы, кто из него вылез? Или только Селява? Кто еще раз? А помимо Селявы кто-нибудь вылез? Или только Селява? Нет, Селява заболел у нас. Селява. Седько вернулся, Демченко у нас уже тренируется тоже, правда, по индивидуальной программе, но это тоже ребята после болезни и Седько, и Демченко. Поэтому ждем их возвращения в строй. Ну, а Ваня Бахар у нас был травмирован в национальной сборной. Матчи с Люксембургом, я думаю, мы помним эту ситуацию. Спасибо. Будут ли еще вопросы? Пожалуйста. Вадим Викторович, там бутылочка никому в глаз не попала, нас никого не травмировали. Ну, слава Богу, так собираюсь иногда выплеснуть эмоции, потому что в простых ситуациях иногда бывает, что принимаем такие решения, что кажется, ну, надо немножко тоже, как говорится, не держать себя. Ну, бутылочка, слава Богу, никого не повредила. Я так аккуратненько, чтобы он не летел в людей. Ну, и вдогонку, не по матчу, если позволите. Вы уже думали над тем, самый ли сложный это сезон для вас в тренерской карьере? Ну, наверное, да, потому что мы не сталкивались с такой ситуацией. Да и вообще белорусские клубы, которые даже участвовали в групповых стадиях Еврокубков, это и Батэ, и Минская Динамо когда-то в Лиге Европы, да, но все-таки нужно учитывать, что тогда был тот период, когда мы могли играть на домашних стадионах, да, и логистика, конечно, была все намного проще. А сейчас, с учетом того, что мы проводим два месяца в Венгрии, там с переездами, правда, на выездные матчи, вот, конечно, находиться там 57 дней, условно говоря, и потом сейчас догонять в чемпионате в таком графике, ну, это трудный, трудный, конечно, момент, но на то он и интересен, скажем, еще раз говорю, если мы с достоинством пройдем этот путь и реализуем все свои амбиции именно во всех турнирах, которые мы хотим реализовать по максимуму, ну, тогда я скажу, что это дорогого будет стоить.